Жизнь тельцов в ноябре 2017 года примет черты стабильности и умиротворенности, граничащие с хроническим консерватизмом. Надо отдать должное, именно такой сценарий поможет вам проводить осень, не только испытывая эмоциональный комфорт, но и надежно оградив себя от любых неожиданностей. Ни на миг не сворачивая уже с обозначенного вам жизненного пути, вы даже сможете стать несколько ближе к поставленным целям. Правда, в ноябре ваши цели будут недостаточно высоки, чтобы считать их чем-то действительно важными. Не исключено, что вы и вовсе захотите сосредоточиться на таких мелочах, как обустройство своего личного жилого пространства или забота о своей внешности и фигуре. Отсутствие неопределенностей будет отчетливо прослеживаться в ноябрьской жизни тельцов совсем не случайно. Эта тенденция наметится сразу после того, как вам, дорогие тельцы, вызовется помогать мудрое, спокойное и на редкость уравновешенное ночное светило. Правда, в конце этой осени Луна станет для вас единственным опекуном, так как все другие планеты полностью проигнорируют жизнь представителей вашего знака. Итак, что предпримет Луна, дабы ваша ноябрьская жизнь не сворачивала с проторенной колеи? Да очень многое. Прежде всего, ночное светило наделит вас умением мыслить на много шагов вперед и просчитывать ситуацию так, чтобы избежать неприятностей. В ноябре вы будете грамотно обходить все эмоциональные и финансовые ловушки, в которые попытаются вас поймать окружающие. Тем самым вы застрахуетесь от проблем, но и это не главный подарок, который вы получите от ночного светила. Луна сделает все, чтобы основные события, которым суждено произойти в вашей судьбе, развивались строго в соответствии с ранее составленным вам сценарием. А вот если у вас этого сценария нет, значит вам надо как можно скорее заняться его разработкой. Луна только в том случае будет вам помогать, если вы поставите перед собой ряд важных задач, пусть и не слишком значительны, а затем начнете шаг за шагом двигаться к их воплощению. Теперь о плохом. Единственной планетой, которая в ноябре попытается вам насолить, станет Сатурн. Как только вы позволите себе эгоизм или начнете потворствовать своим низменным интересам. Он тотчас ворвется в ваш мир и преподаст вам неприятный урок, который вы запомните до конца своей жизни. В ноябре 2017 года любовный фронт тельцов будет придерживаться строго установленного распорядка. О чем идет речь? Если вы уже успели создать семью или установили прочные любовные отношения, в конце осени вам придется признать, что ваш роман развивается очень и очень однообразно. И вы, и ваш постоянный партнер будете много времени проводить только вдвоем. Но по факту это совместно будет больше напоминать, каждый живет так, как хочет. В подобном раскладе ничего страшного нет, и страсть в вашу пару непримерно вернется. Пока же вам действительно следует сосредоточиться на делах, которые вы считаете для себя особенно важными. Занимайтесь собой, уделяйте время своим увлечениям и не забывайте делиться со своей второй половинкой эмоциями, полученными в ходе тех или иных мероприятий. Для одиноких тельцов ноябрь 2017 точно не станет переломным периодом жизни. Если в прошлом у вас уже намечался роман, в финале этой осени он продолжен поступательно развиваться, но этот процесс будет происходить очень невысокими темпами. Если вы пока не видите перед собой человека, которого готовы назвать своей второй половинкой, в ноябре постарайтесь не только заниматься собой, но и побольше времени проводить вместе с друзьями. Нет, от любовного одиночества это вас не спасет, зато в ходе одной из дружеских встреч вы получите шанс познакомиться с очень интересной особой. В профессиональных и финансовых делах тельцы в ноябре 2017 также ничего сенсационного не произойдет. Хотя кое-какая тенденция к росту вашей карьеры все же проявится. Если вы являетесь сотрудником одного из предприятий, именно в ноябре ваше руководство поймет, что вы очень ценный сотрудник, заслуживающий карьерного роста. Правда, пока этот рост будет только лишь в перспективе. Тельцы, занятые работой на себя в конце этой осени также будут старательно избегать рискованные авантюрные шаги, направленные на стремительное обогащение. Не исключено, что главной бизнес-политикой для вас станет планомерное устранение всех текущих проблем, связанных с работой вашего производственного оборудования или с деятельностью вашего персонала. Проще говоря, вы постараетесь усовершенствовать свой бизнес изнутри, чтобы впоследствии вам ничего не мешало двигаться навстречу новым успехам. Отношения с коллегами в этот период у вас будут не в пример лучше, чем с начальством. Многие с готовностью одолжат вам денег, помогут в решении домашних проблем. С кем-то из коллег у вас даже может возникнуть роман или флирт. В начале периода Венера и Марс закрутят вас в вихре любовных приключений, но потом у вас найдется время для того, чтобы обратиться к специалистам. Вы с удовольствием начнете посещать косметологов, пластических хирургов, диетологов в надежде на то, что их рекомендации сделают вас красивее, а значит здоровее.